Добрый вечер, милые дамы, уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян. Наталья Некрасова. С авторой проекта «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Ну а сегодня мы хотим рассказать о том, что ждёт нас в ближайшее время. А в ближайшее время начинается второй курс машинного вязания по авторскому курсу Натальи Некрасовой. Мы сегодня отправили заключительное занятие первого курса, вводного курса. На первом занятии второго курса мы покажем, что навязали наши девушки. Часть из них с нуля, мы с Натальей решили сделать сюрприз и покажем, кто с нуля, кто не с нуля, чтобы вы смогли оценить, чему научились за один месяц. Потому что те отчёты, которые мы получаем, вот как бы иногда читаю, прям до слёз пробивает, какие проблемы были. Ну вот мне очень нравится, если сразу столько пользы, я даже не представляю, что будет после пары месяцев. Вот это отзыв человека, которая дала, что она не с тем ухом связала, она перевязала уже, она мне написала, что с двумя ушами связала уже шапку. Да, быстро. Очень страдала, да, страдала, что у неё одна ухая шапка, вот она быстренько сориентировалась. Ториентировалась связала. Быстро, быстро. Быстро, да, да. Слушайте, перевязать, отлично. Тоже один из отчётов. На самом деле можно каждый отчёт выкладывать как повесть. Как повесть, да. Но вот здесь мне очень понравилось то, что сначала было лень даже думать об отчётах, а потом поняла, что помогает в первую очередь мне же само систематизировать информацию, лучше её запоминать. Вот это один из показателей мастер-группы, когда мы их насильно заставляем вязать, насильно заставляем прислать отчёты, и через какой-то момент они вдруг проникаются тем, что посмотрели, не провязали, забыли. Ещё раз идёшь, опять посмотрел, опять забыл. Когда провязали, всё, уже отложилось в голове, и всё это остаётся вместе с вами. Поэтому в какой-то момент вот первый курс вводный, он именно для того, чтобы всё-таки приучить к тому, что задание нужно выполнять. Всё-таки не кино, извините, не театр. Да, это школа. Ну и второй курс, это мы называем второй этап в нашем курсе, 9-месячном курсе по авторской методике Натальи Некрасовой. И мы его обозвали вот так вот, оформление изделия, оформление изделия и простейшие изделия. Я бы не назвала брюки простейшим изделием, но ни с одной из нескольких. И как заставка этого курса, это круг и кривулина. Кривулина – это наше изобретение. После пяти вариантов вязания вы справилась с этой вашей кривулиной. И вот вы видите эти отчёты того, что связали на первом уроке. Ну, кривулина на самом деле штука действительно сложная. И креатив тут, ну, тут главное не креатив, тут главное всё-таки расчёт и попасть в размер. Потому что… Извините, Пикассо, да? Пикассо, да. Вы представляете? Да, лучики. У человека пришло в голову Пикассо, да? Да, пожалуйста, никаким образом не настаиваю на конкретной кривулина, которая у меня в уроке, но девчонки справляются, посмотрите. Тот, кто страдает от того, что не попадает в размер. Посмотрите на вот эти отчёты. Это второй курс, это первый урок второго месяца обучения. Мне пытаются хитрить и свяжут что-то, а потом обводят. Как бы думают, что мы не заметим. Но через нашу Наталью там в ухо не проскочит. Ой, и сама иногда боюсь, да. Причём я с такой спокойной душой даю девчонок руки Натальи, и они причём, самое интересное, они и так благодарны за это. Ой, жёстко там, ну так здорово. Но наконец-то поняли. Ну как только прошли этот контроль, я понимаю, что да, дальше идти гораздо лучше. Я понимаю, что вы действительно требуете. То есть не просто деньги заплатили, и ну как бы хотите вяжите, хотите не вяжите. Если вяжете, мы вас научим. Если вы заплатили, мы вас действительно научим. Но при условии не смотрите, а вяжем. Второй урок – это швы. Вопрос. А зачем нам швы на втором курсе? Почему мы не могли на первом пройти? Почему мы на десятом не проходим? Ну, первый курс был бы слишком насыщенный, потом на первом курсе с машинкой бы разобраться, прежде чем сшивать что-либо. Потому что, чтобы что-то сшивать, это что-то надо связать. В первом курсе мы ещё не готовы. Мы готовы передать вам знания наши в том формате, в котором вы их можете легко воспринять и переработать. Потому что самостоятельно, конечно, вот это собирать всё по крупицам – это очень тяжело. Поэтому если вы не хотите присылать отчёты, ну, пожалуйста, не присылайте. Потому что здесь же вопрос не в том, чтобы нас обмануть, а в том, чтобы вас научить вязать. Если вы хотите ходить точно в тех же изделиях, в которых вы ходили раньше, зачем вы к нам, собственно говоря, пришли? Вот по поводу швов. Зачем же мы проходим в самом начале? Потому что мы начинаем вязать уже более-менее на сибельные вещи. И сшивать их надо, соответственно. Мы проходим обычные рабочие швы, которые употребляются на всех изделиях. Кроме этого, у нас есть ещё отделочные швы, но они у нас в курс не попали, они пойдут наградой, бонусом для тех, кто в таком курсе сдаёт себе отчёты. Поэтому отделочные швы – очень важный урок, но он попозже. Сейчас нам нужно отработать умение сшивать, чтобы наши вещи, которые мы начинаем вязать уже полноценные, выглядели красиво, потому что паршивый шов испортит твое самое красивое изделие, самое креативное и нарядное. Третий урок у нас – носки. Но мы должны же что-то связать и как-то применять свои знания, которые мы получили за предыдущие уроки. К тому же… Горизонтальное и вертикальное вязание, да, соединение. Вот эти носки – это соединение горизонтального и вертикального вязания, вывязывание кос, что тоже для многих сложности представляет, потому что там натяжение, попасть в размер, потому что носки – это такое узкое изделие, которое рассчитывается не по основной петельной пробке. То есть тут нюансов много, и мы разбираемся с этим вопросом. Полностью попадание в размер. Разбираемся с ошибками, у нас все попадают в размер. А вторые носки? Зачем мы двое носков-то вяжем? Одни носки у нас – соединение делевого поперечного, вот эти вот носочки следующие. Это цельновязный носок, который снимается с машинки в абсолютно готовом. То есть он полностью готов, остается пришить пуговку. То есть это чудеса вот такие на одной панторной машинке. Мне очень нравится, Татьяна Волохович, этого же кота вязала на мячиках еще. У нас там какая-то подушка была, вот на мячиках она тоже. Видимо, у нее либо перфокарта, либо что-то. Вот она. Видите, все носки разные, и все попали в размер. Это не только здесь, можно брать любые носки, все попадают. Закон нашего курса. Брючки, колготки, ретузы – тоже очень полезный урок, потому что, ну, в основном, это касается маленьких детей, конечно, потому что садик, школа, без брючек, без колготок, но никуда. Знаем, из чего вяжем, знаем, какого качества наше изделие и точно попадаем в размер. Мне вот эти очень нравятся. Очень нравятся. Мурхина Ольга и Басанина Светлана. Ну, обалдеть. То есть с такими фигурами, можно… Ну, вот видите, вот это четыре урока нашего второго курса, на котором мы не просто… Первые два урока у нас – это швы и расчет вязаного изделия. И именно из-за того, что мы проходим вот эти два достаточно серьезных, как можно сказать, действия… Ну, представь, такая красота, и на попе плохой швы. Ну, что это… Да, то есть идеальные швы… Идеальные швы – это половина… Ну, и, конечно, мы не можем остаться без каких-то изделий. То есть эти изделия, на самом деле, несложные, если вы думаете, что для того, чтобы связать эти колготки, нужно какие-то особые-особые знания, сложные выкройки, то нет, мы покажем, что это можно связать очень просто. И расчеты они все в этом уроке, для того, чтобы вы могли связать уже на детей. То есть как бы мы от кукол переходим все-таки на более серьезные вещи. Ну, и бонус второго курса – это… Очень мне нравится этот бонус. Это восточные шаровары, брюки. На самом деле это брюки, просто они так оформлены. У них нет швов в традиционных местах, у них нет шва по внутренней стороне, нет шва по линии сидения, нет шва по переду. Специально связаны с их тонкой, чтобы было видно, что это целиковое полотно. Как бы вы ни садились, как бы вы не вели себя в этих брюках, у них шов никогда не разойдется по причине его отсутствия. То есть тут рваться нечем. Вот такие вот очень интересные брюки, и опять же они должны сеть по размеру. Связали мы их из вискозы, Светлана в них ходила летом. Да, да, ездила, все спрашивали, где такое добро продается. Да, очень-очень. И кроме того, мы сделали молнию в шов, так обычно не делают. Это мы сделали очень необычно. Спереди вообще ничего нет, молния полуспрятанная. Ну, в общем, это такой бонус. А кроме того, те, кто учится на втором курсе, если они у нас благополучно закончили первый курс, они получают 4 урока из наших креативных вязальных посиделок. Вот я напомню, что в сентябре в креативные посиделки были 4 урока. Это майка, это носочки-носопырки, это снудик, который вязали в прошлый раз, и носочки-шарпейки. Вот это 4 мастер-класса, которые наша мастер-группа получила бесплатно. В течение месяца они могут смотреть, могут вязать, не вязать, если остаётся время после просмотра уже уроков мастер-групп. Ну и кроме того, все, кто успешно закончил первый курс, вы получаете доступ к марафону октября, где мы будем вязать платье для девочки. Платье ещё не связано, мы его разрабатываем, мы со всеми советуемся. То есть вот методом проб и ошибок мы выбрали, что платье будет примерно вот так выглядеть, но цвета будут другие. Я решила, что мы с вводным курсом и точно так же со вторым курсом. Я думаю, что и с остальными курсами будем поступать так же. Даём возможность тем, кто отстал, присоединиться к этому курсу и влиться в поток тех, кто идёт. Уже вот как бы новички, те, которые вводные закончили, они переходят на второй курс. Группа у нас вводного курса большая, я бы сказала, очень большая. У них настолько сильная энергетика сейчас, они пишут такие письма, что я наконец-то поняла, я наконец-то поняла, что такое группа. Мне очень понравилось одно письмо от Елены. Она говорит, три года мечтала присоединиться к вашей группе. Я говорю, а зачем три года-то? Она говорит, думала, вот всех научат, меня не научат. Решилась. Я говорю, ну хорошо, что решилась, вот зато мощный такой поток, порыв, который её потащил. Она говорит, что перестала бояться всего, перестала бояться, что не получится. То есть попав в такую группу, где девчонки так активно вяжут, вы просто поймёте, что нет времени бояться. Когда вы идёте своим режимом, ну сдам сегодня, ну сдам завтра, ну потому что вебинаре не будет. Ну и не сдам вообще. Ну скажу, что у меня нет времени, да. Гораздо-гораздо меньше успеха. Поэтому если вы по каким-то причинам затерялись, неважно в каком году обучения, приходите на второй курс с доплатой. Если вы, точнее уроки остались те же самые, мы там ничего не меняли. На ритутики, ритутики мы вроде бы не ввели там новые, да. Вот, но переход со второго курса семнадцатого, либо шестнадцатого, либо пятнадцатого года, в каком году бы вы у нас не учились, доплата 500 рублей. За эти деньги вы получаете возможность еще раз пройти этот курс, связать все отчеты и прислать обратно, потому что те, кто решил, что просмотрев три варианта расчета кривизны изделия, я уже запомнил, и потом опять начинают вязать свои кривые кофты, то есть вот кто-то сломался на первом курсе, на первом уроке. Мы еще раз с вас затребуем все отчеты. Вы сможете... Сможете по новой. Да, если вы не сдавали их, мы затребуем их по новой. И это вот как бы это плата за то, что мы вас будем тянуть, толкать. И если у вас есть такое желание, значит, вот это 500 рублей, переход с любого курса, любого потока на текущий поток. Сейчас я договорю. И за эти деньги вы получаете... Как это? Наш тепло и... Наши радуши. Вот. Также вы получаете доступ к четырем посиделкам без отчетов и доступ к марафону октября платье. Вот мы придумали вот такую возможность, то есть тем, кто перешел на второй курс, при доплате получите все вот эти бонусы, которые получает наш вводный курс, если они сдали все отчеты, которые положены для первого курса. Очень хочу добавить, что в этом году очень сильная группа, очень. И кто присоединится, тот не пожалеет, потому что девчонки вяжут так, чтобы вас вытянуть с любого состояния, хочу сказать, потому что это тоже очень зависит от того, какая группа. Так что все нормально. Все решаемо. Если вы напишите, мы вашу любую проблему решим. Вопросы пишите на пост «Изба.Визуальный.ру». Копируйте e-mail под этим видео. С экрана не стоит его переводить, потому что можете ошибиться. Ну и, как говорится, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех обновлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!